Ну вот, я стою на Старомельской намнистии, сейчас будет скоро футбол, финал, финал начинается 8.20, сейчас почти без 5.8, концерт уже закончился и, как мы видим, народ уже подтягивается для того, чтобы дождаться футбола. Будем ждать, смотреть, что из этого будет. Все уже затарились пивасиком, потягивают его, потому что, видимо, на трезвую голову смотреть такие позорные игры просто стыдно. Ну я, разумеется, шучу. Как мы видим, разделение идет именно по командам. Команда красных футболщиков, то бишь Испания и в оранжевых футболках Нидерланды. Кто победит, я совершенно понятия не имею, потому что за футболом не слежу, но все снимают это событие на видео с помощью таких же портативных, мобильных, записывающих устройств. Давайте немного пройдемся, посмотреть, какая же тут публика у нас тисуется. Собрались, в общем, все, кому не лень. Даже секьюрити и те вышли из своих укрытий. Вот так вот заводят колпу, разогревают перед футбольным матчем. Но, насколько я помню, ни разу никаких потасовок по поводу футбола не было. Хотя у нас в России это совершенно нередко, чтобы кого-нибудь после матча зарезали, убили. Будем ждать и смотреть, что же это в итоге за футбол будет. Тем более финал, он, как известно, каждый день не проходит. Идем немного дальше, чтобы посмотреть, что же у нас будет там с другого ракурса обзора. Как мы видим, помимо разнообразных пивных увлечений, можно купить и тут же закуску в виде вараньей туши, которая жарится на вертеле. Разумеется, никто уже вручную ничего не крутит, и это делаем с помощью автоматического механизма. Так, идем дальше, смотрим, что же в итоге проходит. Поскольку сейчас будет уже около 8 часов ровно, да, 8 часов ровно. А это значит, тут на Сармейском месте, на Пражском Орлове, отбивают часы 8 час, и все туристы смотрят на те фигурки, которые сейчас там в окне над часами показываются. Также после окончания этого события, там вверху на башне будет дудеть один из развлекательных персонажей, видимо, какой-то чешской культуры. В общем, он будет в конце с помощью трубы дудить. Сейчас посмотрим. С каждой стороны башни. Вон он там, на верху, но я думаю, вам не особо будет хорошо это видно. Так, снимают, фанаты болеют, даже как-то объединились две группы, еще раз показывая то, что единство футбольное жило даже среди туристов. Так, ну вот часы отбили, и сейчас вся эта туристическая толпа пошла по различным ближайшим ресторанчикам, которых очень много. Ну, это коллективное развлечение покататься на таком своеобразном драндулете. То бишь, все крутят одновременно педали, и с помощью этого ножного труда вся эта машинка и передвигается. А тем временем мы уже дошли до другого края всей этой большой веселой толпы. И сейчас посмотрим, кто стоит с этого ракурса. Также есть те, кто приехали, видимо, просто посмотреть футбол на их финал. Вот из Бразилии, видимо, человек. Также стоит заметить то, что на такую толпу поставили совершенно бесплатные биотуалеты, которые где-то там находятся. Вот люди продевают, закусывают, друг друга фотографируют, фиксируют все интересные и значимые события. Но несмотря на такой ажиотаж, никто не задирает цены на различные продукты питания. Цены вполне приемлемые, и любой может их себе позволить. Вот крутят булки колбаски, шашлыки. Цены там, где-то вдалеке, видны. Идем дальше. Да, очень, конечно, правда, интернациональная страна. Есть абсолютно любые расы и нации. Русской речи, по крайней мере, я не слышу ни где-то в близости. Видимо, в России футбол не сильно популярен. Либо где-то русские в пивных барах уже, набравшись алкоголем, сидят и отдыхают. И перехочитают смотреть футбол, не выходя из дома. Конечно же, там в толпе находиться, я думаю, опасно, потому что неизвестно, чем такие футболы заканчиваются. И я думаю, будут, возможно, столкновения между фанатами. Тем не менее, я, как и говорил, я такого не видел. Но для тех, кто себе ничего не может позволить купить, есть всегда выход поискать какой-нибудь провиант в мусорных корзинах. Ну, вот так вот мы и будем сейчас смотреть футбол. Я не знаю, может, даже останусь чисто для интереса, посмотреть, что это событие из себя представляет. Вот опять кричат, чтобы представители стран ответили своими возрастами в качестве знака присутствия. А сейчас пока небольшой тиджейский сет, и буквально через 15 минут начнется трансляция футбола по специальному большому экрану. А тут у нас продают рогалики, пиво и прочие прохладительные напитки. Пиво стоит 50 крон, что весьма, я скажу, дорого. Потому что средний напиток стоит 30-40 крон, а 50 крон это уже продают в частных пивоварнях, приготовленное пиво в таких вот частных подвальчиках. Так же есть какие-то сушки за 20 крон, называемый плецлик. Ну, несмотря на это, народ, видимо, активно поглощает все эти продукты питания, потому что перед футболом, как известно, следует подкрепиться. Также, конечно же, можно купить мороженое, которого тоже очень много, и продают его в польне в символической цене в 25 крон. Ну, а сейчас я, разумеется, выключу камеру и присоединись ко всему болению и ликованию в праве выбрать нового победителя в Международном чемпионате мира по футболу. На этом с вами попрощаюсь. И напомню, что это видео вы можете скачать и посмотреть на сайте video.downofdu.ru До встречи на следующем видеоэфире. Увидимся!